Восстановление военных городков на территории Подмосковья одна из наиболее значимых задач для правительства Московской области. Сгнившие коммуникации, разваливающиеся постройки и давно требующие ремонта тепловые пункты – это только верхушка айсберга проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители бывших военных гарнизонов. Поэтому реконструкции ветхих зданий и сетей областные чиновники сегодня уделяют особое внимание. Рассказать об успехах в этой области представители подмосковных властей решили на специальной пресс-конференции. По словам заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова, на данный момент собственность муниципалитетов передана уже 187 военных городков. В этом году на очереди более 10 таких поселков. До конца года, при условии, что эти объекты не используются для нужд обороны и безопасности, мы планируем добиться передачи еще 13 вместе с Министерством обороны. Таким образом, мы рассчитываем, что до конца года у нас будет 200 военных городков, которые нам необходимо приводить в порядок. В 58 уже переданных городках существуют не только служебные объекты, но и жилые здания. А это значит, что сооружения инфраструктуры, к которым подключены многоквартирные дома, должны работать исправно и четко. Это более 100 котельных, это более 150 водозаборных сооружений и скважинных, это емкости чистой воды более 10 штук, более 5000 кубов, это более 70 очистных сооружений. И вот цифры сетей тоже заслуживают внимания, потому что получается почти 2000 километров сетей тепловых, канализационных, водопроводных находятся в этих военных городках. Во время передачи военного городка власти внимательно анализируют состояние всех сооружений и коммуникаций, чтобы понять, что делать дальше. Больше всего проблем выявляется именно в области жилищно-коммунального хозяйства, поэтому к 2016 году правительство Московской области увеличило финансирование в 4 раза. Теперь сумма, которую областные чиновники собираются потратить на восстановление бывших военных гарнизонов, равна 3,5 миллиардам рублей. Эти деньги будут потрачены на благоустройство дорог, приведение в порядок объектов соцкультбыта и ремонт коммунальных сетей. В Щелковском районе работа по приведению в порядок бывшего имущества Министерства обороны тоже идет полным ходом. Восстановленная инфраструктура в поселке Клюквенный. Также здесь в рамках программы появилась новая детская площадка. Работа по ремонту труб сейчас проходит и в городском поселении Монина. Это поселение было выбрано областными властями из-за сильного износа коммунальных сетей. Все коммуникации на территории военного городка меняются. Конечно, это создает определенные неудобства для жителей, потому что тепловые сети и сети водопровода у нас идут к каждому дому. Тем не менее, вы видите, какая-то масштабная работа. Практически весь городок перерыт и будут заменены современными трубами эти элементы. Власти прекрасно понимают, что такая масштабная реконструкция создает жителям массу неудобств. Но сделать все за один день просто не представляется возможным. Поэтому единственный выход – набраться терпения. Чиновники уверяют, результат стоит потраченного времени и сил.